Внезапно началась игра Юмика против Явса, это первый полуфинал верхней сетки, я не знаю. Да, это Хумен на Хумен, зеркальный мэтчап, играю до двух побед. Повторюсь еще разок, это верхняя же сетка, да, верхняя сетка, верхняя. Тичер Хавк сет, ха-ха-ха Шуре, что там какая-то шутка была, пропустил чат в игре про Хавка. Слева Явс желтенький, и Юмика красный снизу. Хуменовские вот эти вот Мироры на Тиринасе, они, по крайней мере, в моем представлении, как правило, всегда Т3. Какие-то кони-мортиры, кастеры, грифоны. Возможно, из-за того, что карта изначально дает тебе возможность поставить эксп, и крайне сложно его как-то поднаказать. Хотя есть лагеря наемников, где можно получить дополнительных троллей, и с уроном, и с лечением, и с дисплом элементарий. Но игры на турнире, по крайней мере, сегодня, да и, в общем-то, в прошлые два дня, они были очень разноплановы. Кто-то специальные заготовочки делал, кто-то волнуется, слишком сильный, и все идет не совсем по тому плану, по которому хотелось. В этом, наверное, и прелесть лан-турнира, что все происходит сложно прогнозировать, и не знаешь, как все повернется. Разведка зеркальная, два футмена... А кто-нибудь ударил, нет? Да, ударил, кстати, желтенький. Явсуспел ударить по врагу, но не отправил его вовремя назад, после удара. Юмико сказал, дай мне победу, Явс ответил, конечно, о Гайе, потом еще сказал, говорит учитель Хавка. Вроде как-то так. Отличная провокация на ЛС. Архмаг получил щит молнии и пошел при помощи него носить урон несчастным там пристам. Пью. Не совсем, конечно, идеальный. В идеале он отходит и три хедшота ставит этим пристам. Они все умирают с трех выстрелов, и это профит. В любом случае, Явс так не сделал. У Явса несколько медленнее происходит криппинг. Но в конечном счете, оба получают второй левел. Как-то так. Магическая вышка у Явса. Рановато. Боится какой-то ранней агрессии. Оба бегут с ментами на лагеря наемников. А по девайсам, кажется, более-менее ровно. А нет, не ровно. Здесь наске перчатки, там сероклетка. И, кажется, мантия. У Явса легкое преимущество по девайсу в данный момент, по крайней мере. Сейчас выпадет зарядный девайс, типа, там, бутылка, хилла, маны, высасывание, скролл оф зе бист и инволл забыл назвать. И только ли инволл? Что-то еще там. И там инволл, и тут инволл. Вот сейчас вопрос. Во-первых, Явс делает дефенс. Вопрос, база или не база? Или Т2 все-таки? Дефенс на дефенс. Только что отменил дефенс Явс, мне показалось. Нет, он отменил дефенс. Стрим подлагивает, к сожалению. Такой продолжительный лаг. Прошу прощения, сейчас, наверное, нужно переконнекться. Такой сегодня впервые. Секунду. Главное, чтобы там не упало все у них. Да. Сори. Кажется, он отменил дефенс все-таки. Третий Архмаг с одной стороны, третий с другой. Нет. Одинаковые вообще у них лимиты. 38, ну, 39, 38. Проверяют экспо сейчас с Юмика. И никто не ставит экспо. Все заряжены на победу. Готовы сражаться. Все закуплены. И, ну, надо микрить тогда. Кип пошел у Юмика. Дефенс есть у всех. Да, сейчас только увидел, что... Но нужен, безусловно, потому что колоссальный урон заходит именно от рейнджовых атак. И от троллей, и от элементалей. Футмены настолько много урона не наносят. Поэтому, видимо, эффективно. Таким вот образом. Стенка на стенку, сзади стрельба. Очень они похожи друг на друга. Но, кажется... Да, кажется, у Явса ситуация-то получше. Во-первых, он убил футмена. Во-вторых, нанес больше урона. Судя по количеству ХП у футменов Юмика. И можно попробовать сейчас закупиться еще розовик действительно в мерсенери-кемпе. И давить-то дальше можно. Там всего одна вышка. Это не настолько критично. Какой-то просто начинает орать. Сори за него. Сигналит. Вот кто закупится. И у одного, и у другого есть фермы. Ай. Три с половиной левел. А здесь что? Ну, вот по разнице по уровню видно, насколько больше удалось убить там футменов или еще кого-то. Они зашли-то в сражение с одинаковым количеством экспы. То есть там три с небольшим кусочком. Сейчас разница где-то в четверть между ними. Явс перекупает жрецалестных троллей. Вот игра абсолютно не похожа на то, что обычно я видел на Теренасе в Мироре. То есть очень агрессивно. Никто не пытается даже поставить эксп. Оба крипятся и на контроле там с дефенсом воюют. Сейчас, кстати, пойдет криппинг экспанда со стороны Явса. Т2 готов. 40 лимита. Самое время для второго героя. Возможно, судя по крайней мере по ресурсам, сейчас можно поставить базу. Тем более Явс-то наубивал-то побольше. Два Малтон Кинга. И Аура Паладина. Будет ставить, не будет? Вот тоже гадают комментаторы англоязычные. Ну, будет уже, раз остался он здесь. Книжку забыл прочитать. Арканка у Явса ставится пораньше. Так, 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 давай, давай, давай. Что там за девайс? Иллюзия. Проверяет сейчас футмен, видит эксп. Юмико понимает тайминг, понимает расклад. Что там? Трушот. Да, да, так и есть. Действительно, со временем, ух, Tom of Experience так прет. Спеллбрейкеры, кастеры, мортиры, грифоны, рифлы, хавки. Ну, хавки редко юзаются. То есть, ну, тролли текущие, естественно. То есть, все, кроме футменов, оно уже рейнджовое. И действует эта аура точности на 10% урона. Армор, конечно, действует вообще на всех, но текущая аура армора дает единицу, а не полтора. То есть, там процентов в 6 эффективности добавляет. Ой, какое 6, господи, единица армора. Господи, 6 или 3? 6, 6. 6, конечно. Стенка на стенку опять. Они так похожи, вы посмотрите. Дрогнул сейчас Явс немножко. Отступает к экспанду. Он ждал немножко, ну, приста он ждал, да. Но битые футы, надо с этим что-то делать. Тут и элементарий больше. Размениваются раз, размениваются два, минус тролль, минус два футмена с другой стороны. Менты бегут. Кстати, можно МКУ подэмэджить. Бах. Молоток. Да-да-да-да-да. Передал телепорт. Все хорошо. Там тоже эксп делается. То есть, это не улыновая атака, это просто попы... Опа, двух рабов еще убил. Пятый лейвел. Пятый лейвел Архмага. А-а-а, вот оно как. Тут Огр Солдат хулиганил на экспанде. Жалко его. И второй лейвел получает МК. Классно. Т-3. У Явса Хавки... Ой, в смысле Хавки. Я прочитал в чате про Хавка опять. Сплтбрекеры пошли. Первая пара брякеров. Прибегает АМ, здесь Шреддер нарезает. Вот любопытно. Скорее всего, там тоже Шреддер должен был быть куплен. Это же выгодная штука. Этих тоже должно хватить, если АМК не подойдет. Ну а с Мурлоками-то уж тем более. Ну кажется, хватит. Даже на тех четырех юнитах двух престов. Не, не хватает. Он выманивает Мурлоков. Ну, престов, правда, не добил снизу. АМК еще пришел. Пятый уровень. Здесь вроде бы пять рабов, все ок. Две Арканки. Отличная защита. Вообще Арканки на такой стадии значительно полезнее, чем Гвардовские. Потому что мана постоянно имеется и у героев, имеются и кастеры. Знают только контроль по нужным людям. Из дамага магические вышки чаще наносят значительно больше, чем Гвардовские. Ну и плюс еще мана выжигает, что немаловажно. Там элементали уже третьего левела. Пытаются отстрелить престов фокусом, молотком. Элементали отстреливают. Но брейкеров, кстати, здесь достаточно много у Юмика. Большой инвул, юзайд МК. Молоток сейчас откатился, можно тролля забрать. Да, тролля бьет. Две магические вышки доделались. Да, одну вышку забрал. Вторую чинят. И нужно куда-то молоток закинуть. Да в МК. Сейчас МК будет в МК кидать молоток. Раз. Нет. Футмена. Странно. Но там тоже есть... Там тоже есть молоток. И реально вроде как здесь явство додавливает. Додавливает. У него преимущество по лимиту очень хорошее. Очень битый МК с другой стороны. Можно попробовать добежать до магазина рискованно, но пара свитков лечения могли бы серьезно упростить задачу. Там потрачены были еще деньги... Ну, во-первых, нычка была несколько позже построена. Во-вторых, деньги были потрачены на Т3. Делается паладин. Делается два воркшопа. Это все вложения. Вложения, которые... Ну, пока мы не ощущаем эффект. Инвул взял. Да, свитка. Денег нет на свиток. У Явса не купил. Поэтому купил более полезный инвул. И в результате получается разница по лимиту очень серьезная. Там шапнель делается, да, паладин. Там мортира, наверное, первая. Но если не будет экспанда с... Ну, просто оцените разницу по лимиту. Вспоминаю слова эксперта в чатике о том, что будет 3-0. Юмика Явс выиграет без шансов. Сейчас Явс катает. При том, что как бы у нас вообще бо-3. То есть тут 2 победы, 2-0 максимум, которые может быть. Двух элементарий классно отправляет, чтобы не отвлекаться, чтобы убить добычу. Паладин тут же получает молоток. Став, кстати, может быть. Да, окружает. Става нет. Не куплен став. И это ГГ. Ну, это ГГ с вероятностью 98, наверное, процентов. То есть послать нового элементария на рабочих и продолжать давление. Лимит 75 на 55. Он решает убить Эксп. В принципе, это происходит достаточно быстро. Молоточек зря этого Маутен Кинга не подсейвил. Можно было красиво так уйти. Молоток в другого Маутен Кинга. Менты побежали. Бьют мортиру с картечью. Неплохо. Зарю. Уже 2 мортирки есть. Но преимущество по лимиту все еще очень серьезное. Третий уровень получает МК. Прорывается к мортирам. Сейчас Явс убивает одну мортиру. Персональный телепорт. А, массовый телепорт. Неперсональный. Массовый телепорт из окружения. Архмаг 6. Господи. У него... Ну, его разведут на телепорт. Да, да, да. 200 хп 190, 170. Да. Немножко раньше времени телепортировался. Да, да, да. Сколько там по лимиту? 70 на 37. Нельзя затягивать Явсу. Нужно просто бежать на тот же самый эксп и добивать. 67. Насколько? На 40, скорее всего, где-то. На 37. 37, 38. Очень убедительно. Опять же, сбить производство. Ой, какой производство? Добычу золота. Да, это же полуфинал виннеров. То есть, ты попадаешь в финал верхней сетки. Это гарантированно топ-4. А топ-4 это уже призовые. А топ-4 это уже призовые. То есть, победа в этой серии означает гарантированные деньги. Прям хорошие деньги. Даже в минимальном варианте, там, 1008 долларов. А в максимальном 50. Что для варкрафтеров, конечно, весьма и весьма неплохо. МК-4 уровень. Минус шреддер был подрезан там элементарем. Вот я не очень хочу, чтобы затягивал Юмико, потому что... Ну, хотя у него грейт на Т3 уже готов. Бьют Маутон Кинга. Мортиры вырвались вперед. Получает за это сразу молоток. Минус одна мортира, минус приз. Там тоже Т3. Там тоже делается, скорее всего, паладин. И все вот эти вот радости жизни. Типа, будет куплен став. Возможно, конь появится какой-нибудь. Но то, что не изменить, это... ОМК, МК, 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 МК. Что? Да. Что, 2% сейчас? Да нет, нет. Ну, как тут выиграть? 83 на 48. Массовый ТП. Не перебил ТП. Лимит папский, 83. Юмико собирается атаковать сейчас экспант. Да, появился паладин. Восстанавливается МК. Это гарантированный ТОП-3, говорит Соник Рофф. Не, не правда, конечно. В дабл эллиминейшн нет. Вроде нет. А может, подожди. Слушайте, экспант отменяет. Да, слушайте, в дабл эллиминейшн вроде как финалисты не могут 4 место, ниже 4 место занять. Кажется. Не, могут. Почему? Проиграл там, проиграл тут. Раз, два, три. Вроде может. Ладно, посмотрим. Сейчас ситуация несколько обострилась. Не в пользу Явса, потому что ему убили, ему убили эксп. Там еще позиции не очень хорошие. Мортиры с плэшем очень сильно, очень сильно бьют по, там, по брейкерам. Да, без МК очень тяжело. Вообще очень тяжело. И немножко грустно. Да, там так бьют по пристам. Там такая картечь вылетает. Все равно... Все, массовый ТП, что ли? Нет, обычный ТП. Я в шоке. Реально сейчас мы еще такую игру отдадим? 50 лимита на 60... А, на 75. На 75. Отличиться, подготовиться, не терять героев. За любую возможность цепляются. То есть, вот, дашь человеку повод, вот, когда он и уровнем высоким обладает, и сверхмотивацией, именно в данном конкретном случае, когда ставки очень высоки, и за одну ошибку, пусть и такую, ну, отдал МК, да, отдал МК, имея колоссальные преимущества, ты получаешь такую ответку, серьезную, что шансы, ну, практически... Не то, чтобы выравнивать, конечно, нельзя говорить, что они выравниваются, когда 75 на 50. Но... Но победа Юмико кажется не такой невероятной, как, там, 7 минут назад. Грифонов, говоришь, говорят, нужны явцы Грифонов. Там МК качаный, там 3 элементалия, всего 2 приста, то есть нужно как-то избавиться от элемов. Опасным. Сплитит максимально элементалии воды, для того, чтобы сложнее было их дисплей, и дисплей идет от спристов на верхнего элема. Телепортация прям в тыл! Вот это мув! Вот это поворот! Прям в архмага! И прям под мортиры, под картечь! Я не понимаю, что происходит. Кажется, это даже в минус мув был. Очень битый архмаг, его лечат. Кони прорываются к мортирам. Молоток получает явцевский архимаг. Это, кажется, один из реально фейловых таких креативов. Красиво, но бестолково получилось. Мортиры, правда, умирают одна за другой. Действительно, 71 лимит на 53. Пока все так же, как и было до этого. Молоток влетает в архмага. У него очень все плохо. Став у него есть, трепорт у него есть, трепортируется. Ну, значит, он отдает базу. Нет, он потелепортируется только архмагом. Всех остальных переводит направо, чтобы телепорт не сработал. Классно. Классно. Мортирка справа. Прис тоже справа. Умирает. Вроде как... МК очень-очень битый у Явса. Он прожимает инволу. Его ждут, ждут, ждут. Став! Отличный став от архмага. Сверху палыч умирает. Третий паладин. Это переворотный момент в игре. Можно вернуться сейчас под палычу. А, нет, не в ту сторону он побежал. Не в ту сторону побежал архмаг. Но вроде бы убежал, да? Он убежал, встретил там паладина. Паладина его подлечил. И в результате получается... Нет, все еще есть угроза. Молоток. Но есть, кажется... Мана на... Передай став. Передай, передай, передай став. Там скоро появится новая... Подблочил, 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 подблочил. Немножко, но есть ренч. Сейчас будет еще один молоток. Манный на... Ой-ой-ой-ой-ой. Еще один молоток. Залетает архмага. Попытка кружить. Коня подводит. Басовый ТП. Только не баш, только не баш, только не баш. И он уходит. Господи! Вот это валидольные игры Подходит под паладин, а тот его снова лечит В это время нычка продолжает работать Архмак приходит очень битый Это очень круто Приходит Маутен Кинг еще сверху С полной маной Кидает молоток И очень битый МК у Йомика И кстати умер, 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 умер Это ГГ Классно Вот это и... Очень хорошо. Очень классно. Синдерелла story continues. История Золушки продолжается. Хорош, хорош. Ну, опять он, блин, довел непонятно зачем до такой кондиции игру. Эдванточ, Орлеон. Эдванточ называется... Сколько там было? 75 на 38. И практически две нычки в одну. Ээээ... Ээээ... Явс поехал на отборочный, как кастер. То есть он должен был вместе с ними комментировать игры. А потом выяснилось, что Фогич не получил визу. И Явс играл за него. И прошел отборочный. А потом в Китай. И сейчас он... Ну, вы видите, что происходит. Клево. Я пока кофе тут с конфетой заточил, с вашего позволения. Топ-3, да. Все-таки по правилам, не топ-4. Почему топ-4? Четвертое место. Семь тысяч долларов. Пятнадцать тысяч третье. Бабушка Теда говорит, по-моему, после таких заруб понимаешь, что Варик жив и будет еще долго жить. Правда, Миша? Пока в него играют, он будет жить. Это был самый лучший игрок, я думаю, что мы видел так сейчас. Мы лично инвестировали в Китай. Мы его знаем, что... Я надеюсь, что наш маленький байк, если не у вас, но я думаю, что у вас есть европейская аудитория. И мы не хотим только чиновиться, мы хотим увидеть Класс. Это большая вещь. Китай vs Европа, Китай vs Курея. Это происходит здесь в ВЦА. Мы ждем за Юмико. Юмико стоит его время здесь, играет какие-то мидные игры с вас, но я думаю, что он сейчас так фокусирует. И теперь ничего не может уничтожить. Но время для нас качать Рэдбул. Хорошая игра, да. Рэдбулчиком так. Чик, закинулись опять. Моя сердце плачет очень быстро. Я не знаю, если это игрок, или Рэдбул, или комбинация двух. Я только был один, поэтому это может быть игрок. Коди – лучший человек. Хорошо, Юмико начинает игрок. Юмико встал, и он сразу же хочет идти. Расскажи об играх, 120 варчев полоза. А я практически не смотрел, я смотрел только третью игру и концовку второй. Поэтому лучше посмотреть в записи там от Фогги, чем... Last Refuge, Human Human, Явс ведет. Это полуфинал верхней еще раз сетки. Победитель выходит в финал. Гарантированно входит в топ-3. И получает 15, минимум 15 тысяч долларов. Если сольет дальше матчи все в финале, и, соответственно, в нижнем... Ну, в финале нижней части сетки. А... Вот. Интересный клан Теку Юмико, конечно. А еще скоро, говорят, фильм по Варкрафту выйдет. Не исключено, что будет новый всплеск. Конечно, конечно. Я уже вижу, как из кинотеатра люди прямо бегут в компьютерный магазин и покупают джевл. Рок плюс Фрозентрон за 400 или 500 рублей. И садятся играть в батл на этим. Скорее, к Вову вернется кто-то. Чем-чем. Ладно, хорошо. Очень многое, как вы видели по прошлой игре, зависит от микроконтроля. Доли секунды, постоянное внимание как к своим, так и к вражеским героям. При этом контроль должен касаться не только героев, потому что есть еще и армии, приоритетные цели. Ну, например, да, в финальном сражении. Что люди делали? Вызывали элементарий, диспеллили этих элементарий. Кидали молотки. Окружали, лечили, применяли стафы. С паулбрекерами атаковали престов. Или фокусили, соответственно, героев. Пытались прорваться при этом к мортирам. И все это как бы зациклите в... Ну, где-то в кулдаун 6-8 секунд. Потому что все эти действия надо по-хорошему повторять. Ну, то есть, постоянно повторять. Позиции юнитов меняются, цели новые появляются. Там кто-то умирает, кто-то отходит. Надо оперативно реагировать. Жалко, конечно, что... Что нет возможности, например, посмотреть ФПВ. То есть, я был бы очень-очень рад посмотреть там ФПВ от того же самого... Ну, хотя Явса, наверное, Явса стримит периодически. Ну, вот кого-нибудь из китайцев, там, 120. Хотя они тоже наверняка там кто-то из них стримят. Короче, чуть больше продакшена, было бы хорошо. Такие легкие включения хотя бы на полминуты ФПВ от игрока. Во время сражения, там, крышу, наверное, сносить будет. Кстати, так же, как и в прошлой игре, Явс делает магическую вышку раньше, чем... Чем противник, да, лагерь наемников, вылет крепится. Я сказал, орг на хум. Я... Да, прошу прощения, я оговариваю сейчас. Конечно, у нас другой мычап. Юмика инфитя, что 20 тет, Skyfly стримит постоянно. Да, тогда ценности в каком-то ферст-персон, как раньше, уже нет. Когда, ну, не было стримов и только вводы. От первого лица хотелось за игроками посмотреть. Помню, как раритетнейшую игру записал Титан против Дэдмона на карте Теренас. С ЕС ВЦ, кажется, 2005. Была всего одна игра, но она была очень крутая. Сейчас заходишь, как бы, на Good Game, и Титан чуть ли не каждый день по нескольких часов стримит. И... Хотя в Warcraft он кликал побыстрее. Варды выпадают. Очень хороший девайс, особенно на дуэльных картах, на мелких картах. То есть наличие такого девайса дает тебе... Сколько, на 6, кажется, минут? Да, 180 секунд там. Разведку в любой области, а учитывая то, что карта мелкая, ты можешь поставить ее, грубо говоря, там, на выходе из вражеской базы или по центру карты. И контролировать уже очень-очень много. Так аккуратненько. Проверил базу, поставил вард сейчас, как вы видели, Явс на вражеском экспанде, на экспанде Юмико. Грейт на Т2 тютелька в тютельку. Прям ровные идут они у обоих игроков. Да, именно так. Я вот не обратил внимания только пока надеваясь Юмиком. Надо посмотреть. Фирма и у того, и у другого стоят на лагере наемников, чтобы, да, в любой момент можно было забрать нужных мерков из лагеря. Ой, 180 сек, не 6 минут, конечно. Раньше было 360, потом сделали 180. Раньше было с... Ну, короче, раньше было... Они действовали и в два раза больше. И, насколько я помню, было не два глаза, а три глаза в заряде. Ну, так же, как в элементалях. В смысле, в этих, в иллюзиях. Битва рядом с магазином, причем уже закрепила ключевого орка Огра. Юмика, и он здесь явно выглядит уверенней. Вынужден отступать, при отступлении теряет, по крайней мере, одного футмена, еще элементаля может потерять. Сейчас третий левел. Ой, какой третий, уже четвертый, получается, будет. Хотя нет, подождите, у Явса тоже все неплохо. Добивает Юмика этого тролля. Хватило бы буквально одного юнита, и тогда был бы четвертый уровень у Архмага. Тролль Берсерк, два тролля, девять футменов, ой, восемь футменов на семь футменов. Очень похоже, видите, по юнице, по вкладке слева наверху. А, уже восемь футменов, достроил он еще с седьмого до восьмого. Здесь получит четвертый левел Юмика, четвертый же левел Явс получает на своем, ой, как же называется, лаборатории, да, гоблинской? Обсерватории. Говорит, аура вампирика решит. Какая аура, там вампирик выпал? Сейчас посмотрим. Ох, Манастоун, хорош! Половина Субимаски, плюс большой, большой ман, этот, бутылек маны. Вампиризм, если и решит, то прямо здесь сейчас. Вот прямо здесь сейчас. Потому что, кроме футменов, вообще, скорее Манастоун должен разрешать. Переданный Маутун Кингу. Ох, слушайте, а панду он как раз, наверное, взял для того, чтобы реализовать здесь сейчас. Ну, то есть, панда, она все-таки более полезна вот именно сейчас, когда масса юнитов, и нужно дожимать. Возможно, как раз ставка на это. То есть, можно панды и в лейт играть, но здесь она прям очевидно лучше. Вот прям очевидно, ситуативно она лучше. И если еще алтарь забрать во время строительства, дышит, он потеряет, он потеряет. Это 1-1. Это 1-1, пацаны. Поплыл я. Телепорт опасный. У Архмага все достаточно плохо по хп. Да, надо как-то... Прорываются футмены, прорывается панда. Внутрь. Архмаг 5-го левела. Сейчас третьи элементали пойдут. Вот это... Вызывай уже элем. А, там КД, наверное. Может отбиться. За счет третьих элементалей может... Может отбиться. Да, элемы пошли. Там урон вообще дикий. А диспола не хватает. 42 на 35. Алтарь восстанавливать, престов делать, сплбрейкеров делать. Он не восстанавливает алтарь. Да, пытается быстро построить алтарь, но время потеряно. Очень много времени было потеряно. Надо найти сейчас какую-нибудь хорошую точку для Аявса, чтобы... Может быть, красную попробовать взять. Понятно, что не получаешь... Опыта уже для героя. Он хочет... Он хочет просто панду купить. Ну, правильно, да. Время критично. Он видит вардом, что там криппинг идет. Панду берет. Также. И пытается сюда прийти. Здесь панда вторая. Не, можно, можно, можно. Там вопрос, какой архмак, насколько далеко от 5-го левела сейчас находится Юмико. Отлично подрезает сейчас тролля. Под сеткой. Вышки строят. Вот вышки как раз не самые... Они вряд ли помогут против левов. Если, конечно, от них как-то избавиться. Там с двух ударов вырубает вышку, смотрите. Элементаль. Вон, смотрите, раз. Два. Да, и он давит. Явс уже... Явс не даст поставить эту базу. Скорее всего. Панда битая. Элементали огромные. Престов там отстреливают. И... Ну, как-то так. Правда... Шестой... Нет, это пятый. Ты что, с ума сошел? Это пятый левел у архмага... Юмико такую панику врубил. Типа уже шестой левел у архмага. Да. Пять с половиной. А где... А где армия-то у Явса? Где престы? Вон они сзади. А, да-да-да. Достаточно далеко. Наверное, нужно самого сейчас ставить базу. Потому что, кажется... Кажется-кажется... Он там поставил глаз. Второй, насколько я понял. И он увидит... Очень-очень-очень-очень битая панда. Аккуратно нужно действовать. Он увидит сейчас, что... Три ополченца пошли... Ставить базу. Пожалуйста. Где лимит-то? То ли в дозаказе, То ли... То ли еще где-то. Регенерация маны пошла. У архмага. Нужно сделать что-то с престами. Будут, наверное, попытки ворваться в престов и отстрелить их. Потому что они тут являются самой главной контроль к элементалям огромным. Интересно, а имеет ли смысл на 6-м левеле в таком случае Явсу взять третью ауру, а не массовый телепорт? Для того, чтобы престы не жал... Ну и панди добавлять, элемов чаще вызывать. Несколько чаще. И самое главное, чтобы престы диспелили без проблем. Ох, вышки. Две магические вышки ставят сейчас Юмико сверху. Очень интересное решение. Правильное решение. Время сейчас для Явса очень-очень критично. Пытается он прорваться к престам, я видел. Дыхание, попытка окружить архмага, есть возможность дирижабль купить. Ну, если понадобится. Вышки грейдятся. Вроде отменяет одну. Отменяет вторую. А как он уйдет? Вышку надо убить. Вышку надо убить. Все, ГГ. Вот это да. Перекупил просто дирижабль и Юмико у Явса. А шансы были еще до конца. То есть у них... Да, одна ошибка, по сути. Вот это да. Нет, ошибок было больше у Явса. С алтарем, с Малтун Кингом, непонятные вещи. Поздно восстанавливал этот самый алтарь. Классно. Интрига. Счет 1-1. Решающая игра. Стоимость этой игры минимум, минимум 15 тысяч долларов. Лучше в рубли перевести. Это больше впечатлит. Больше миллиона рублей. То есть одна игра... Одна игра в Warcraft. Не хотите сыграть в игру? Одна каточка лям рублей. Это минимум, минимум. А может быть до трех с половиной. Одна игра, и ты миллионер. Не надо приезжать на какую-то передачу, отвечать на глупые вопросы. Или не глупые вопросы. Светиться по зомбоящику, да. Просто хорошо играя в Warcraft. Мы оценим, китайцы заплатят. Не одна же ж отборочная. Но там тоже отборочная. Конкретно в этой ситуации на кону и от одной игры зависит, кто получит. Там-то тоже. Выбирают, собеседуют. Наверняка какие-то предварительно отборочные есть. Но в данный момент все свелось к одной карте. Даже не одна игра, а один айтем и 15к. Кстати, тоже такое бывает, да. Ну, представьте, они делают все зеркально. Сейчас на Twisted Meadows играют Power Creep с там этого обсерватории. Одному выпадает Tomb of Experience Соби Маска, а другому выпадает какая-нибудь книга ловкости и рунные браслеты. Или, например, ловкость плюс 6. Все, ГГ. ГГ, ПГГ. Приходит, убивает. До свидания. Третий Архимаг с повышенной регенерацией против второго Архимага с сапогом на Агилу. Зачем? Я все понял, говорит Макинами. Пойду трениться. Давай. Явс общается с Хавком. Говорит, Юмика отменил эксп, чтобы купить Дирижабль. Класс. Ну, тогда это очень правильно с точки зрения тактики ход. Это экономически... Ну, это чем-то наш на невыгодный в шахматах ход походит. То есть, это дорого, отмена экспанда. Очень дорого. Дороже, чем Дирижабль. Но... Вот как вот, например... Представляете, искусственный интеллект... Как вот может искусственный интеллект просчитать комбинацию, при которой он должен учесть, что Архимаг противника находится в зоне, из которой не может выбраться, скорее всего, никаким образом, кроме как через Дирижабль. То есть, у него нет телепорта, у него нет персоналочки. компьютер должен понять, что у него есть возможность купить Дирижабль, сколько он стоит, как-то это оценить, посмотреть... Короче... То есть, эта логика весьма сложная для компьютера. И... Я думаю, что в ближайшие десяток лет подобные... Ну, в стратегиях, по крайней мере, такого типа, где огромная вариативность, не удастся сделать ничего достойного, чтобы противостоять гению, гению китайской мысли. Скорее, на Гамбит подходит, говорит, походит, говорит специалист и по шахматам, и по Варкрафту, Боневур, так и есть. Отдал что-то, чтобы получить преимущество. Со стариком думаешь, проще? Не, не факт, что проще. Там тоже не удалось это пока сделать. Я вернусь через полминутки. Вот так вот. Все, вернулся Готов Да Сейн Ник Говорит тоже в шахматах Такая ситуация называется Гамбит, отдать фигуру для получения преимущества Да Только машинное обучение, если изначально Заложить его в ряд иррациональных типов На операционных данных Ну конечно, очевидные вещи Не стоит говорить в чате, у нас тут все разбираются Поэтому Просто пожалейте Время других людей Читать банальщину, платину Реально не очень интересно, лучше пеку поставь Полезней будет Праздник нам приходит Пека в... Новогодние смайлы появились У кого-то даже анимированные Скоро, скоро Новый год Показывают сеточку Сетка винеров И Мика Явс Соответственно счет сейчас 1-1 Победители выходят в финал Следующий матч, который посмотрим Это будет Флай против Тиаша Спасибо, что не зеркало Великолепно Посмотрим Кто-то там в туалет убежал Хавк с Явсом штурмуют Мозговой штурм устраивают Как Новый год встретишь? Что за вопросы дизистайл? Как ты его встретишь, так его и проведешь Все Встречать буду С семьей за компом А вы на стриме, наверное Да, кран не всеми узнается Я думаю, что художественному руководителю Безумному нужно Пообщаться с Савелием И сделать кран более узнаваемым Например, сделать его там Ну там Навершие темное На темном фоне Не видно Что-то наверху у крана И возможно сделать его там черно-красным Узнаваемые цвета крановские Ну по задумке Кран вытаскивает краба со дна Джаст Уокер Да Бобер маньячный Такой тоже Классный Шух Шух Круто Причем у него Мачете становится в кровью После первого удара Два удара наносит Классно маск снимает Ой Гуд гейм Гуд эмоушенс Предлагаю не кран менять А фон Как там светлая версия сайта Завтра Желтый цвет Крана Самый узнаваемый Говорит Артур Хотел поставить Пекун Но не могу Говорит Вола Пишет с айпада Поставь двоеточие Напиши Пека Поставь двоеточие И ты поставишь Пекун Скопируй этот текст И ставь Вообще наверняка Кто-то пропустил вчера трансляцию Меняемся к лучшему Скажу на всех случаев Что есть Мы вчера зрелизили приложение Для андроида Пользуйтесь на здоровье Ставьте Пять звезд И И сообщайте о багах Если найдете Через кнопку сообщить о баге Тартл Рок Это последнее ГЛХФ Май френд Май френд Май френд Май френд Конечно А то есть без подтекста То есть все Вот представляете Как сложно Как сложно Сохранять Нормальные Человеческие отношения На профессиональном уровне С одной стороны У тебя должна быть Мотивация Сверх Сверх Мотивация Чтобы Убивать людей Внутри игры То есть ты должен Быть Нетерпимым К поражениям Ты должен Делать все Для победы Ты должен Возможно даже Так Зло Относиться К своему противнику Недолюбливать его По крайней мере Что касается Внутри игры Потому что Если ты будешь Радоваться Улыбаться И восхищаться Тем какой он Хороший Внутри игры То ты будешь Масливать Скорее всего Так что Это Такая Сложная позиция В общем С одной стороны Вроде как Нужны А с другой 15 косарей Понимаете Баксов Лям Лямы ты должен Человеку Уничтожить Сейчас Прямо сейчас Собраться И уничтожить Поехали Аспиранту Привет Кстати Аспирант Подумал Что Не Хавкли Сел за Явса Сыграть Не ну Это тогда были Бэйзи Мани Вообще Для Явса Но там Скорее всего Заметили Такую подставу Хотя Говорят Что Для китайцев Европейцы На одно лицо Так же Как китайцы Для европейцев Поэтому Может быть И Незаметно Будет Ладно Не будем Об этом Перчатки Скорости А здесь Что Там еще Налоги Миша Не забывай Какие налоги Ничего Не знаю Да Серклетка И мантия Лучше Наверное Девайсы Которые Здесь тоже Мантия Но перчатки Похоже Будут Апгрейд У Ямика Раньше Значительно Раньше Что Вторая Вышка Кажется Яв Делает Вторую Вышку Он Не делает Грейт на Т2 То ли Это Экспанд То ли Это По А А А Так а зачем башню? Все, увидел, что здесь... Да, видимо, он хочет просто ударить... Куда побежали менты? Что за бардак вообще творится? Я не пойму. Я просто не понял, куда менты убежали. Замысел Явса понятен. Он дожидается начала грейда противника, делает чуть больше футов себе, чтобы армии у него было побольше. И приходит с попыткой уничтожить ему... Ну, подбить ему рабов. Видимо, проанализировали они с Хавком демку. И самый первый вывод, который сделали, это то, что он не ставит рано магическую вышку. То есть в теории можно приходить и... Ну, и поджимать его за это. Вот, если сделать чуть... Там плюс два, плюс три фута. Но это какая-то... Не тянет на контру. То есть пока ты бежишь, это строится футмен. Надо... Надо как-то... Ну, пока ничего не получилось в результате. Кроме того, что у Юмико по факту быстрее грейд. Ну, и умерло... Кажется, умер один рабочий. Вот так вот. А может быть, это умысел Хавка? Может, он решил отомстить за Фогичу? Хотя явство вообще ни при чем. Он просто уже занял освободившееся место. Он не подсидел, он... Нет, это точно не умысел. Это точно не заговор. Если то... Нет, нет, нет. Да, Юмико не знает, где находится его противник. А Явс уже закрепил две практически точки. То есть он закрепил черепашек. Крепит сейчас желтую точку. И будет третьего левела. То есть разница у них уже на целый уровень. Юмико Черепах хотел пойти покрепить. Но это как раз странно. То есть к тебе приходит, у тебя делается грейд, а ты хочешь покрепить Черепах. Я видел, что он стоял слева от Черепах. Но после того, как Явс спалился, какой смысл было ментов... ментов вести прям на Архмага с футами? Очень странно. Сейчас очень хороший тайминг, кстати. Потому что он приходит, и реально у него есть возможность отменить по крайней мере вторую Арканку. Правда, он, кажется, этого сам не понимает, насколько ему повезло. Он сносит магазин, который тоже, в общем-то, является... Ой! И ТП, ТП, ТП! Типи, ТП, ТП! О, это минус ТП. Не, может... Хааа! Элементарий еще подрезает. Сейчас второй молоток будет. Откатывается уже. Можно? Ой, какое окружение красивое! На самом деле, Явсу стоять и ждать выгодно. Просто потому, что у него там... Грейт на Т2 по... Ну, короче, пофиг ему на это. Сейчас до утра подождет, и все хорошо. Тут элементарий еще, видите, убивает одного элема. Ой, в смысле, одного футмена. О, пфу, блин. Рабочего. И второго, судя по всему, да, убивает. Классно. Окружен. Он все равно развел противника на ТП. То есть, даже когда... Даже после того, как Явс делает телепорт вынужденный, это... О, сейчас поедет база. Да-да-да. На соседнем респе будет поставлена база. Причем это очень грамотный ход, потому что, как вы видите, на мини-карте стоит красная точка на черепахах, там, где можно было поставить другую базу. То есть, если... Разные места для экспофф, действительно. Престы делаются, грейдцы им на адептов для диспола, для большего количества маны. Там и хп, кажется, увеличивается незначительно. Скорее всего, тогда сейчас будет криппинг, там, магазинов, красных точек. Аура вампиризма выпадает МК. Похоже, да, что там был Том оф Экспо, они правы. Потому что МК вышел только-только, и он на той точке не смог бы получить столько экспо, если бы не Том оф Экспо. Кокси плюс 9. С другой стороны, продолжается криппинг. И со стороны Явса заряжаются, в общем, оба. И экономику делают хорошую, и криппинг идёт. Ох ты, как нагло. Пропустил я, что... А, инвол тоже большой. Да, согласен. Можно не жалеть молотка на... А, вот так вот даже, да? Ох, баш пропрёт! Нету! Такая аркада. Представляете, опять же, сейчас мог просто взять и потерять Рахмага из-за 20%. А потеря... Да-да-да, это могло стоить ему реальной игры. А, там нет нычки! Там нет нычки! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. То есть закриппел, наставить не стал. МК немножко вперёд вырвался, получает молоток тут же. Престы сзади стоят, зря. Третий левел МК. Очень-очень-очень опасный момент именно для Явса Пытается прорваться в престов Окружается МК, у него есть инвул А у Архмага нет ТП МК врубает инвул, 15 секунд пошло Какой контроль, а? Какой контроль? Менты прибежали от Явса еще Слушайте, а может быть даже Юмика не это самое Не понимает, что там есть эксп Может быть... Нет, он знает что-то Да, вышки не помогут Лимиты все равно равные Можно попробовать посражаться за эту базу Можно Герои одинакового левела Даже немножко, кажется, Архмаг у Явса Ой, опасно... Оп, минус прист Тут рабочие Ох, какой офигенный зум Ну, в смысле, в обратную сторону зум Менты прибегают Рабочие и часть сражаются слева Это, кстати, может дать возможность Явсу отбиться Потому что он отогнал справа И убивает здесь рабочих футменов Ооооо, кажется, зря разделился сейчас Просто Юмика Минус приз, там слева умирают два футмена, четвертый левел, четвертый же левел Четвертый левел, кажется Явс отбивается Господи, там нет экспа, если он отобьется, то он выходит в финал Ну то есть он скорее всего здесь выигрывает уже Еще один молоток в приста, попытка пристов отстрелить Свиток лечения отличный от Юмико Очень битый окружение Архмага, окружает и того и другого Архмаг, инвул есть у Архмага, у этого нет инвул Но он как-то пытается выйти, не выходит, МК сейчас умрет Господи, вы посмотрите, падает МК Явса Там правда Архмаг, ох, там бутылек же большой зеленый Ё-моё, скоро накопится на молоток Что по лимиту, 47 на 59, Явса больше, значительно, но нет у него АМК Прибегают новые менты, отстреливается Брейкер Четвертый левел у АМК Боже, какой болидол, а Отстреливается Брейкер, рабочий Старается все контролить Огр даже сзади подходит С точки, со своей 60 на 40 Да нет у него времени, на самом деле То есть ему нужно уже сейчас возвращаться До Матун Кинга у него времени, к сожалению, нет Врывается Тут армии на самом деле очень мало Один брейкер, четыре приста, два футмена Хотя там один только еще действительно молоток Не очень сильно помогает МК Подкрепа пришла Спристов Левелап у Архмага Контролить, как никогда не контролил Надо выжигать ману у МК Как только выйдет наш МК Ну, в смысле Явсовский МК Надо сразу закупать реген маны Закупать в магазине, скорее всего, еще бутылек маны И приходить сюда Идет на красную точку Может быть и правильно Подкрепу дождаться до 50 лимита Получить здесь девайс Он может словить Крипджек И допускает Явс, что отступил именно на красную точку Делает разведку, чтобы проверить это утверждение Сам, чтобы хотя бы не сильно терпеть Идет Крипи Черепах МК пытается прокачать отдельно от Архмага До, соответственно, пятого левела И ему здесь, кажется, не хватит экспы Не хватит, не хватит Хилл Руна Хила пошла Вышел Маутон Кинг У Явса Здесь закупается инвул Денег мало 55 лимита Пятый левел будет Архмаг И Маутон Кингу передавать такой девайс нужно Такой девайс, кстати, очень помогает Вот Маутон Кингу Талисман оф Увейджен Это Ну, вы просто берете 15% Сколько там у этого, у Маутон Кинга Там 1200 здоровья сейчас На четвертом левеле приблизительно И получаете что-то вроде 180 хп То есть он круче, чем Амулет Жизни И круче он еще в том плане, что Это эффективные хп То есть они лучше лечатся Хотя, с другой стороны, они не так эффективны Против тех же самых молотков То есть влетать будет Ой-ой-ой-ой Телепорт, не телепорт? А у него нет телепорта, скорее всего Уходят рабочие Да, не решается Не хочет, не хочет Конечно, конечно, конечно Там, кажется, не стоит оно того Берет Ментов с собой Явс Перегруппировать Такой сейв вообще у обоих игроков Никто не хочет рисковать То есть цепляются за любую возможность с одной стороны Но если есть какая-то неопределенность Стараются Стараются минимизировать риски Потому что слишком многое на кону находится Что подевается? Пот, отличный большой бутылек Лечение Сзади подходит Не хватит до пятого левела Архимагу Ой-ой-ой А-а-а О, там же Не-не-не, он просто увидел, что Ассортимент в магазине изменился Там свиток перекупил, скорее всего Господи, начинается битва Стенка на стенку Сплбрекер на сплбрекеров Молотками отстреливаются Престы Пятая МК ваншоты Фактически этих престов Здесь молоток во вражеского МК Выжигается мана Лимит 66 Где-то против 74 Немножко, небольшое преимущество по лимиту У Явса свиток хороший У МК очень-очень мало Мало хп, мало маны Передает что-то сейчас От Архмага и МК обратно Еще один молоток Очень-очень красный Кто-то морет диким образом 76 лимита Явса больше Явса больше Там, правда, нычка не работает На нычке орудуют футмены, насколько я вижу Да-да-да Поэтому Про экспант мы забываем сейчас Но Можно сейчас продолжить Давить Подрезаются Престы Один Второй Зачем? А как он засейвит там? Думаете, успеет? Сейчас посмотрим Красную точку можно взять Чуть-чуть Пятый левел МК получить Да-да-да Он может убить Хотя двух рабочих послал Если бы футмены били постоянно Все это время То, может быть, и убил бы По невнимательности Не доконтроливает Надо по рабочему, конечно, поработать здесь Да Отконтролил И начинается новое сражение Молоток в Маутен Кинга Позиция не очень хорошая У Явса Потому что он Во-первых, впереди Находится героями Не все брейкеры Участвовали в начале сражения 62 лимита У Йомико Молоток на молоток Но у нее героя круче У нее пятый МК Против четвертого МК Опять стенка брейкеров На стенку брейкеров Опять молотками раскидываются Престов Расстреливает таким образом Но мана вроде закончилась Сейчас можно подрезать еще парочку Престов Снова гонит Гонит Явс Китайца Диспл от элементаря Там МК уже должен тоже пятого левела быть Еще один приз Минус Еще минус Пятый МК Получает молоток Минус мана К сожалению Очень-очень-очень неправильная позиция Пытается уйти Нет хп Нет маны Нет ничего Попытка окружить Справа Подходит Господи, Господи Какой, какой кошмар Там последний выстрел Фаербол от Архмага влетел Но по-прежнему серьезное преимущество По лимиту сейчас у Явса Было бы очень, очень хорошо Конечно, где-то как-то МК воскресит Но денег на это нет Он не наконтролил МК Шестой лайвел, да, Архмага Массовый телепорт Теперь можно, например, отбивать свой эксп Без серьезных временных затрат, так скажем Как лимита нет 78 на 84 Попытка окружить сполбрейкеры Как он отстреливает, а? О, окружает! Нету, как? Ну ты же окружил! Он не специально Сполбрейкеры сами окружили Господи! Престы с неправильной точки сбора Гонит, гонит опять Явс Юмика А есть ли порт у Архмага? Надеюсь там, ну так, чтобы Почти шестой левел Тоже у Архмага Надо, наверное, давить Просто забивать на Экс Пофиг на то, что он тут еще Массовый телепорт можно сюда сделать Массовый ТП УАЭМа Убивает рабов Вот сюда заходи, да? Или телепортируется Причем обычным телепортом телепортируется Подблочь! Подблочь! Очень странно Да, закончился мейн Возможно, поэтому он решил Как раз спасти 76 лимита на 48 Очень близок Яв К победе в этой серии Сверхблизок Выходит Маутон Кинг Которого всего лишь косарь ХП Да, у Явса еще Очень серьезное преимущество По грейдам 2-1 На 0-0 Собирается покрепиться Сейчас очистить скорее Для Экспанда Но у него даже денег на нычку нет Ситуация у Юмика очень плохая Он уже проигрывает И по лимиту И по технологиям И того преимущества по героям У него практически нет Ну, разве что МК Который метит в 6-й левел Да Базу ставить не на что Заходит сейчас сверху Смотрите, проверять Сейчас будет баз Базу Явс Пытается набрать бабла Сейчас Юмика Закрипит в черепах справа В эту же В эту же секунду Получает атаку на мейн Но он Вроде бы А где, где, где нычка-то? Я не пойму Нету нычки Он куда-то потратил бабло Видимо, свиты купил Два свитка купил Все, это улын Это последняя атака, ребят Надо позицию сейчас такую занять С пулбрекеров За фермы Отбиваться На базе Явса От самого Явса Да Очень хорошая позиция Вот реально Очень хорошая позиция Начинают уничтожать просто здание Брекеры делают это Ну, не очень быстро Но, как бы, по крайней мере Быстрее, чем кастер А можно вообще унизить его Я имею в виду просто элиминейтить Он же откроется сейчас Денег нет Просто без сражения провести игру Это такая вишенка на торте была бы То есть будет пытаться Всеми правдами и неправдами Юмика посражаться напоследок Ну, потому что он свитки купил Подготовился, осознанно Отказался от А Явс может просто отдать экспант И да какой мастер Не должен он телепортироваться Вот сейчас дошло тоже до Англоязычных коллег Что, как бы, а нафига? А нафига? Мэн убит Он делает разведку Проверяет, что у противника нет базы Есть один рабочий Есть второй Но есть массовый телепорт Понимаете? Сорочка есть, да Сорочка есть И вот И вот Три Четыре здания справа В правом верхнем углу Делает вышку Тут есть брекер Здравствуйте То есть массовый телепорт И все, и до свидания Да, можно не сражаться реально О, увидел, 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 увидел Он увидел, он увидел Да, Рено, на карте-то отметилось Юмика бежит такой Давай посражаемся Давай, дерись Тут массовый ТП А зачем сражаться? Давай массовый ТП Или Не, будет сражаться Все Ревилинг пошел За Казмодан Шестой левел Слушай, а может массовый телепорт сделаем? Но это риск Давай массовый ТП Массовый ТП Массовый ТП Нет, у вражеского Архмага Начинает бить, фокусить У него есть что-нибудь? Нет, у Архмага Минус Архмаг Классно Брейкеры Отдаются там МКГ Хорошо Явс Синдерелла История Золушкин С ума сойти Явс Вообще не должен был Да, находиться здесь Приезжал там на квалификацию Как комментатор Было одно вакантное место Фоге Не удалось сделать визу Ну, то есть там Какие-то проблемы были Сыграл Получилось Прошел квалификацию Приехал на финал И вот он уже не просто На финале Он уже в финале Этого финала Игры главные Демонстрируют Очень красивые Классно Молодец Я пойду Пойду Заливать Запись Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому